Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Иван, я приветствую вас на канале Процветок. Сегодня я хочу познакомить вас с несколькими сортами белорусской селекции и поговорим с вами о сортах томата. Эти растения выращиваются ради урожая, здесь не проводится никаких экспериментов по заражению болезнями или еще каких-то технологических. Это сугубо для удовольствия, для еды, для вкусных салатов и консервации. Вот этот сорт, который вы сейчас видите, называется пожар. Он представляет из себя детерминатное растение с таким вот оконченным ростом. Видите, здесь цветочной кистью заканчивается это растение и оно очень хорошо нагружено томатами, даже, можно сказать, немножко перегружено. Здесь нет никаких следов болезней или вредителей, оно вполне хорошо себя чувствует. Сейчас растение находится в состоянии налива и частично плоды уже собраны. Плоды не крупные, предназначены преимущественно для консервации, но также и потребления в свежем виде. В полной спелости плоды красного цвета. Сейчас у нас середина июля и вот они в хорошем очень состоянии. И наверняка все растения успеют созреть и плоды успеют созреть и быть собранными еще до наступления в умеренной зоне, вот в Республике Беларусь, периода массового заражения фитофторой. Итак, плоды сорта пожар очень красивые, очень такие насыщенного цвета, ровные, гладкие для консервации, для свежего потребления. Также очень хороши для тех, кто выращивает томаты на рынок, потому что они обладают такой хорошей лёжкостью, упругостью плодов. Очень хорошо пахнут, с сильным запахом, с сильным таким помидорным вкусом. Особенно если делать небольшие аммонийные подкормки во время налива плодов. Это им очень помогает набирать вот этот вот характерный помидорный сильный вкус. Ну и, конечно, стоит напомнить, что сорт чрезвычайно продуктивный, вот недаром он называется пожар. Вот такую вот массу плодов, небольшого количества растений можно получить уже в ранние сроки. Вот еще один сорт гибридного типа белорусской селекции, это сорт Бум. Он полудетерминантный, такой довольно-таки высокий, уже сейчас более чем полтора метра высотой. Вот у него второй ярус цветков, вот здесь вот. И он, конечно, очень продуктивный. Смотрите, сколько цветков, какие нагруженные кисти. Он предназначен для пленочных поликарбонатных теплиц. Это, можно сказать, один из моих сортов выбора для, ну, именно производства продукции для семьи, для того, чтобы получать большой урожай. Ну, и, конечно, нельзя обойти вниманием модные теперь такие вот черные помидоры. Они накапливают антоциановую окраску в плодах. В принципе, это полезно для здоровья, это антиоксиданты. Вот они часто на рынке можно встретить сорта с такими длинными кистями. Я их тоже люблю, использую. Ну, у многих из них достаточно скромные вкусовые качества и плодоношение довольно-таки скромное. Но при всем том, для разнообразия для стола использовать их можно. Консервировать я их не консервирую, потому что при тепловой обработке эта окраска пропадает. Ну, и здесь рядышком вот есть крупноплодные томаты. Видите, он тоже немножечко так подвержен, более чувствителен магниевому голоданию. Поэтому здесь можно было бы даже и какую-то подкормку, в общем-то, сделать. Вот. Ну, он крупноплодный. Достойные сорта. Вообще выращивают достаточно много разных сортов с разной формой плодов. Работы много, непочатый просто край. Выращиваю я и сорта типа Дебарау. Мне они нравятся. Они такие достаточно традиционные. Много таких некрупных плодов образуются на крупных кистях. Вот они тоже здесь из-за тяжести немножко подламываются. Обратите внимание, что плотность стояния растений весьма и весьма высока. Но никаких фитофтор, ничего здесь нету, даже примерно. Потому что все-таки профилактика заболеваний работает, работает очень хорошо. Ну, вот как добиться такой вот нагруженности кистей плодами. Да, вот они кисти. Вот они нагружены очень хорошо. Прям их очень много, они тяжелые. Вот такие вот кисти. Очень мне нравятся. Помидорки все здоровые, крепенькие. Как этого добиться? Конечно, необходимо соблюдать тепловой режим, режим увлажнения. И, конечно же, наши обработки. Тогда все будет хорошо. Еще один сорт гибридного типа, сорт белорусской селекции. Это лежебока. Посмотрите, как он нагружен плодами. Как их много здесь. Прям вот кисти прям такие красивые. Прям очень. Вот, они еще подрастают. Его очень много. Это индетерминантный гибрид. С очень длительным сроком хранения плодов. Белорусский гибрид. Он пригоден для любительского выращивания. Семена доступны, в общем-то. И лежебока. У него плоды хранятся месяц. И даже более. При обыкновенных комнатных условиях. Он очень в этом смысле выгоден. Потому что, ну, можно растянуть период потребления свежих плодов собственного производства. И вот еще один сорт белорусской селекции. Называется липень. Очень хороший ранний сорт. Уже с плодами красными. Хорошо довольно-таки нагружен. И он детерминантного типа. То есть, скороплодный, невысокий. Он же у меня растет и в теплице по изучению устойчивости к фитофторозу. Его тоже можно узнать по вот этим удлиненным кистям и некрупным плодам. Очень достойный сорт. Очень вкусный. Очень сладкий. Просто невероятно вкусный. Конечно, липень просто поражает воображение своей продуктивностью. Невероятной. Вот таких некрупных плодов. Ну, стоит, конечно, его завести у себя на участке. Попробовать. Крайне неприхотливый. Ранний. Очень вкусный. Можно ли вообще пройти мимо, чтобы не любоваться вот такими вот кистями. Даже, видите, обломалась ветка. Потому что, ну, просто ему тяжело выдержать этому сорту липень такую нагрузку томатов. Ну, вот как сорт липень нагружается. Он немножечко вот так вот подламывает кисти из-за большой нагрузки. Ну, кисти можно подвязывать с помощью шпагата, чтобы снижать вот эту надломленность кистей. Ну, зато урожай просто не может не радовать. Вот это другой сорт белорусский. Это сорт вежа. Он индетерминатный. Предназначен для пленочных и поликарбонатных теплиц. Вот в середине июля он находится вот в таком вот состоянии. Он высокий. Довольно-таки уже на сегодняшний день более полутора метров. Верхушечка у него не заканчивается цветочной кистью. Она продолжает расти. Соответственно, будет расти, пока условия будут благоприятные. Растение с прочным толстым стволом. Очень устойчивое. Не полегает. Хорошо подвязывается. С довольно такими крупными плодами. Очень понравится тем, кто любит салаты. И вот на примере этого сорта хочу вам показать одну особенность плодов томатов. Вот такое вот дупло как бы в плоде. Это дупло означает, что в период опыления условия были не самыми благоприятными. И вот образовалась вот такая вот деформация. Поэтому, чтобы предотвратить образование таких дупел, необходимо следить за условиями опыления растений. Ну вот, типичное растение сорта вежа. Вежа, если переводить с белорусского на русский, означает башня. Оно действительно такое, как башня. Очень красивое растение. Очень достойное. С хорошими кистями. И с хорошей архитектурой такой. Которая как раз подходит для таких более плотных посадок в пленочных теплицах. С хорошей нагрузкой томатами. И вот хочу сказать об особенностях некоторых сортов томата. Они могут формировать вот такое вот зеленое пятно на плодах. И это является не признаком какой-то недостаточности или болезни растений. Это является признаком сортовым. Вот для некоторых сортов такое зеленое пятно характерно. По мере созревания томатов, это зеленое пятно может, соответственно, пропадать. И чаще всего пропадает. Однако же в условиях, например, калийного голодания, ну или каких-то других неблагоприятных условий, это пятно может преобразовываться в такие желтые пятнышки, что никак не сказывается ни на лёжкости плодов, ни на их товарных качествах, ни на вкусовых. Пользуясь случаем, заодно покажу вам типичные симптомы дефицита магния на томате. Вот образуется межилковый хлороз, жилки становятся тёмными, а в серединке вот здесь вот этих пятнышек уже образуются коричневые такие некрозы. Наличие таких симптомов говорит о том, что необходимо срочно сделать подкормку магнием, а заодно и калием. Именно эти элементы необходимы для нормального функционирования томатов, для фотосинтеза. Вот при всём том, что соседние растения не страдают такими дефицитами, просто вот этот сорт оказался более чувствительным в этих условиях и проявил подобного рода дефициты. Вот он мелкоплодный, не такой нагруженный, как наши такие популярные белорусские сорта, но зато на нём вот мы увидели такую симптоматику. Заодно покажу вам типичные признаки калийного голодания. Вот когда у нас на концах листочка, вот здесь по краям, начинаются вот такие вот изменения, некрозы, это сигнал к тому, что этому растению остро не хватает калия. Почему ему могло не хватить калия именно этому растению? По разным причинам. Может быть, именно у этого сорта корневая система послабее. Может быть, где-то его там крот подрыл, или медведка подъела, какая-то недостаточность корневой системы. Может быть, в принципе, сорт более чувствительен к калию. Но вот эти симптомы являются самыми главными сигналами для того, чтобы подкормить растения калием. А вот вам симптомы недостатка азота. Видите, листочек, у него ни жилочки не деформируются, ни темнеют, ни безжилковый хлороз, ни вот здесь, вот как в случае калийного голодания на окончании растения, вот по этому краю идут некрозы, высыхания, а идет пожелтение, общее пожелтение листовой пластинки. Ну, видите, очень крупные плоды, они наливаются, и в то же время растение испытывает дефицит азота. Это ясный сигнал к тому, что наши советы использовать аммиак для приготовления раствора для опрыскивания, перевода его в аммонийную форму, является весьма-весьма эффективным средством в профилактике подобного рода состояний. Просматривая ежегодно, перебирая огромное количество сортов в коллекциях, я все больше и больше убеждаюсь, что в одних и тех же условиях одни сорта могут чувствовать себя прекрасно, будут иметь чистые листья, не будут болеть, никаких дефицитов испытывать не будут. В то же время, в той же самой теплице, в том же самом месте, растения могут испытывать явные признаки дефицитов элементов питания. Вот здесь рядышком растение росло с дефицитом азота и калия, а это растение созревает, вот нижняя кисть почти созрела и в полном порядке. То есть, к чему это? К тому, что надо обязательно испробовать много-много разных сортов и выбрать именно те, которые будут чувствовать в вашей теплице наилучшим образом. Подтвердением этому является, например, вот такой факт. Вот смотрите, вот это растение, вот оно скрутило листики в ответ на какую-то, пусть не продолжительную, но все-таки жару. И вот совершенно рядом находится растение, которое чувствует себя в тех же самых условиях, но это другой сорт, совершенно прекрасно. А вот еще одно растение чуть дальше, оно тоже точно так же неблагоприятно среагировало на жару. То есть, конечно, если у вас теплица жаркая, вам надо подобрать тот сорт, который будет максимально устойчив. Существует немало достойных сортов, которые достойны внимания и которые очень хорошо смотрятся в теплице и очень вкусны. Крупные плоды у них. Все они выращены по нормальным технологиям, с подкормками, со всеми необходимыми элементами технологии, о которых мы все время говорим. Вот этот вот симптомчик, это не вершинная гниль, это просто такая деформация основания плода. Где-то было небольшое повреждение, возможно, завязи, плод крупный очень, поэтому, конечно, это не страшно. Ну, хотя и теряется немножко товарный вид такой, но, в общем, ничего страшного. А вот вам пример растрескивания плодов у томата. Видите, тут вот такие трещинки образуются, вот здесь вот имеется трещинка. На самом деле, это не признак неправильного полива, когда отрезкаются такие уже достаточно спелые плоды. Это просто означает, что их надо временно снимать, убирать. Когда на одной кисти имеются и зеленые вот такие спелые плоды, то спелые могут трескаться в связи с тем, что идет такое вот неравномерное поступление воды и питательных веществ. Если вы их уберете своевременно, то они трескаться уже не будут. Заодно в этом обзоре покажу вам, что такое одно из вирусных заболеваний. Это вирусное заболевание вызывается одним из вирусов картофеля, но здесь еще и другой, вероятно, добавился. Его надо обязательно дифференцировать от заболевания, вызываемого грибами. Потому что если еще грибное заболевание можно сдерживать, то вирусное сдержать никак невозможно. Вот есть такие некрозы на листьях и характерной особенностью является деформация листьев, некоторая такая вот пузырчатость этих листьев, наличие хлороза. Ну, самое главное, это вот такие деформации и явные такие изменения в окраске листа. Вот серединка темно-зеленая, края светло-зеленые, и немножко такая пузырчатость уже наблюдается. Такие растения, конечно же, следует удалять, если только они не предназначены для каких-то исследовательских целей. Что ж, на этом я закончу небольшой экскурс в представление о томатах белорусской селекции, о том, что я выращиваю, как я выращиваю. И, в общем-то, прощаюсь с вами. Надеюсь, что некоторые советы, которые вы услышали в процессе, некоторые факты о дефицитах, теперь увидели воочию, и сможете выращивать свои томаты без каких-либо проблем. Всего хорошего!